Угроза эко-катастрофы уже у нас в Кировоградской области под Александреей. Бывшую автобазу угольного предприятия превратили в кладбище отработанной офисной и бытовой техники. Тонны пластика наносят вред окружающей среде. Как выяснили наши корреспонденты, отходы появились далеко не вчера. Но правоохранители обратили внимание на них лишь после того, как в интернете появилось видео. Это видео появилось в сети несколько дней назад. Тонны разобранной техники на территории бывшей автобазы в селе Марта-Ивановка под Александрией. В нескольких сотнях метров от водоема. Нижняя частина от кринтера. Частина от электрочайника. Инспекторы утверждают, на незаконной свалке как минимум 10 самосвалов мусора. И уверяют, появился он здесь не вчера. Территория закрыта и сюда доступ посторонних осип. Закрытый. Доступов у него нет. И поэтому его так долго не выявляли. Территория бывшей автобазы закрыта. Предприятие сейчас находится в стадии ликвидации. Однако все имущество охраняется. И грузовики с отходами здесь не могли не заметить. Увидев нашу съемочную группу, сторожа спешно скрылись. А вот владелец соседнего помещения уверяет, мусор сюда не только свозят, но и сжигают. Ну у нас помещение вот. То есть мы тут с краю как бы заходимся. То есть что туда, мы туда вообще не ездим. Я первый раз про то, что туда мусор сбрасывают, узнал, когда случился пожар. Это было летом. Мы туда пошли, ну приехал. Пошли там, такие залежи. Сам шок. На месте свалки уже работают муниципальные инспекторы. Впрочем, даже если мусорщиков поймают на горячем, они отделаются штрафом в несколько тысяч гривен. Незаконное свалище. Вот таких вот подходов пластиковых, которые за своей структурой очень заважают и очень вредны для охранного средства. На данный факт проводится расследование по выявлению и установлению винных людей, которые сделали такое зло. А вот городская полиция в незаконной свалке состава преступления пока не видит. Говорят, к ним никто не обращался с жалобой. И нужно еще доказать, что мусор наносит вред окружающей среде. Утилизировать же отходы должен собственник площадки, если его, конечно, найдут. В противном случае придется выделять деньги из городского бюджета. Андрей Кровец, Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности, телеканал Интер, Кировогородская область.